Здравствуйте, меня зовут Фёдор Васильев. Я вас приветствую в проекте Joomla Sensei, урок номер 125. В этом уроке мы с вами посмотрим на новый компонент Adime и посмотрим интеграцию этого компонента с Community Builder. Adime – это система личных сообщений, бесплатный компонент, у него имеется русский язык, то есть он русофицирован. Давайте установим его из JET, переходим к расширению, менеджер расширения – установить. Если у вас тоже кнопка отключена – JET, можно ее включить. Зайдем здесь в настройки, нажимаем показать сообщение, сохранить-закрыть, добавить закладку. Вот у нас появилось «Установить из JET». То есть мы можем бесплатное расширение устанавливать из каталога расширений. Я думаю, что вы это уже знаете. Вот здесь вот в поиске пишем по-английски UDDEM, то есть это название этого расширения. Нажимаем поиск, он у нас находится вот здесь, зелененький UDDEM, с таким логотипом подсолнуха. Прямо вот по этому логотипу мы кликаем мышкой, далее мы нажимаем на кнопку на зеленую «Install», «Установка», и нажимаем еще «Установить». Установка компонент успешно завершена. Этот компонент у нас находится на вкладке «Компоненты», вот он. Перейдем на фронтальную часть сайта, авторизуемся, зайдем в чей-нибудь профиль, и мы вот сюда вот сейчас выведем еще один пункт «Отправка личного сообщения». Переходим в Community Builder панель управления, переходим в менеджер плагинов. Здесь у нас есть такой плагин «Private Message System». Он у нас не опубликован. Кликаем по крестику, опубликуем его. Можем зайти по названию плагина, посмотреть, есть ли тут что-то. Тут у нас, в принципе, настройок никаких нет. Обновляем страницу профиля пользователя, и у нас вот сюда добавляется пункт «Отправить личное сообщение». Но прежде чем его отправлять и проверить, давайте выведем вот сюда вот в профиль, там где мы авторизуемся, ссылку для личных сообщений, как мы это делали в прошлом уроке, да. Переходим в расширение менеджер модулей, переходим «SV Login», «Logout Options» и прокручиваем ниже. «Private Message Notifications». Здесь мы выбираем либо «Show NF Message», либо вот этот вариант. Иконку «Показывать ли для этого дела». Я ставлю «Show», «Показать», «Сохранить», «Закрыть». Обновим страницу, и у меня в профиле появляется, у вас имеется личное сообщение 1. То есть, откуда оно взялось, мы только установили, но нам никто еще ничего не отправлял откуда. Давайте посмотрим. Кликаем по ссылке, то есть вот так это выглядит. Здесь есть корзина, новая, отправленная, то есть статистика, да. Можно переслать уже что-то письмо, удалить, то есть можем вот выбрать и нажать вот сюда, и это удалится. То есть от самого компонента автоматически сгенерировано письмо. Кликаем по заголовку письма, и здесь мы читаем. «Добро пожаловать», то есть это просто приветственное сообщение. Давайте его удалим. Так, зайду в «Участники», я зашел как администратор и хочу вот этому пользователю написать. То есть вы уже умеете управлять вкладками, то есть вот это сообщение можно вывести. Мы, кстати, это сделаем сейчас в уроке. Выведем быстрые сообщения. Вот здесь, например, на нашем канвасе, да. Пока протестируем. Отправить. А, это email. Значит, отправить. Вот этот email можно вообще отключить, а оставить только личное сообщение. Здесь какая ситуация. Можем сразу нескольким человеком отправить. У нас уже подставляется, кому мы отправляем. Здесь есть такое «Все пользователи». И можно выбрать, например, «Тест». И вот тут, видите, через запятую показано «Федор 5», «Тест». Выбираем еще. И то есть сразу трем отправится одно сообщение. Конечно же, это в настройках «Одайм» можно настроить, чтобы люди потом не спамили. Количество там сообщений, там сколько отправлять. Или «Из связей». Я кликаю, да. «Из ваших связей». Вот здесь также подставляется. Но давайте я напишу только одному человеку. Здесь имеется редактор. То есть можно цвет задать. Там подчеркнутый текст, смайлы. Пишу «Привет». Можно нажать «Сохранить копию». Показывается счетчик максимальное количество символов. Это тоже управляется в «Одайм». Вот это вот счетчик. Можно увеличить или уменьшить. Ну, чтобы не делали слишком большие письма. Нажимаем «Отправить». Сообщение отправлено. Теперь нам, чтобы посмотреть, как пришло письмо, мы должны зайти под логином «Федор 5». Вот здесь вы видите, у вас имеется личное сообщение. Видно от отправителя «Админ» и слово «Привет». Захожу. Вот слово «Привет». И мы можем сразу ему ответить, написав что-то здесь. Ну, можно поставить смайл. Можно, кстати, выбрать анимированные смайлы. Также это все находится в настройках «Отдайм». Нажимаю «Отправить». Ну, в общем, простая переписка между пользователями. Потом, смотрите, можно зайти, например, в связи. Теперь, нет, это не очень хороший пример. У меня связи вот здесь. Смотрите, появляется иконочка такая здесь рядом с письмом. Вы помните, по письму кликаем и отправляем электронную почту. Если кликаем вот теперь по этому, это как раз-таки отправка личных сообщений. Также ведет на эту страницу. Я зашел к себе, чтобы вам просто показать. Вот смайлы я отправлял. Видите, смайлы пришли, все нормально. Сейчас я вам покажу, если я добавляю связь, что происходит здесь. То есть я сейчас зайду к себе, посмотрю свои связи. Здесь у меня есть пользователь. Кстати, как удалить связь. Вот, смотрите, связи, управление связями, удалить связь. То есть если вы вдруг захотите человека убрать. По поводу компонента Dime, давайте зайдем сюда. Я не буду здесь долго что-то объяснять. Смотрите, здесь все на русском. Вам обязательно после этого урока нужно пройти по всем вот этим вкладочкам. И напротив каждого какой-то опции вот здесь идет по-русски подсказка. Я думаю, здесь будет несложно разобраться. Читайте и просто выставляйте значения именно так, как вам нужно вам. Единственное, я сюда зайду, чтобы некоторые моменты прояснить важные. Позволить использовать BB-код. Вот здесь выставите «Да». Дальше. Интеграция. Если вы используете так же Community Builder, как я по своей версии. Вот здесь вот вам нужно выставить. У вас же 2.0+. То есть 2.0 и там может быть дальше цифра, да, более новой версии. То вы вот здесь вот, конечно, и вот здесь вот показать. Здесь все ставим вот так. А не просто Community Builder. Все, остальные настройки вы уже настраиваете так, как вам нужно. Нажимаем. Не забывайте нажимать «Сохранить». Давайте посмотрим, что есть еще. Зайдем в Community Builder. Панель управления. Перейдем в конфигурацию. На вкладку «Связи». Метод извещения. Смотрите. Личное сообщение. Электронная почта. Я предлагаю электронную почту исключить. И вот этот PMS. Это и есть личное сообщение этого компонента «Отдайм». То есть выбираем его здесь, в настройках. Метод извещения. Нажимаем «Сохранить». Не забываем о том, что вы сможете в какое-то отдельное меню вывести нужные пункты меню уже для компонента «Отдайм». Давайте посмотрим. Например, я просто зайду в «Май меню», «Создать». «Выбрать». И вот здесь у нас появляется после установки компонента «Видь отдайм». Кликаем. Здесь у нас всего лишь один пункт. Можем выбрать. И нам предлагают вывести здесь как раз-таки различные виды вот этих сообщений. Вы можете здесь написать какой-то заголовок и каждый по отдельности сохранять, повыбирать и посмотреть, что вам здесь может быть интересным. Или вывести их все. Просто создаете каждый раз новый пункт меню, выбираете вот здесь тип пункта меню «Отдайм», «ПМС». И вот здесь с каждым новым пунктом меню вы просто выбираете новый из списка и сохраняете. Они все полезны здесь. Здесь надо смотреть. Давайте перейдем в Community Builder панель управления. Перейдем в менеджер вкладок. Вот у нас колонка опубликована. Смотрите, прокучим ниже. И вот здесь у нас есть быстрые сообщения. Давайте опубликуем и посмотрим, что это такое. Вот у нас теперь опубликовано. Давайте зайдем в быстрые сообщения. Полезная такая кнопочка. И позиция, например, Canvas Info и кнопка с закрепленным наложенным слоем. Это просто как пример. Нажму «Сохранить». Сейчас мы авторизованы как администратор. Я захожу в участники. Например, я захожу в чей-то профиль и захотел ему написать. А вот здесь появляется кнопочка, которую мы только что сделали. Видите? Ну, позиции кнопки здесь уже и как она должна выглядеть, вы уже должны знать, как этим пользоваться. В предыдущих уроках об этом было сказано. В общем, есть такая кнопочка. Нажимаем. И у нас всплывает, видите, вот такое окно. Если мы что-то напишем, отправить, сообщение попадает именно вот в эти личные сообщения о Dime. Также здесь можно включить, показать тему. Если обновимся и посмотрим, то у нас добавляется здесь вот это поле «Тема», как заголовок, если это нужно. Ну и, соответственно, если мы сейчас выйдем, куда это отправилось сообщение, еще раз покажу. То есть, вот оно, одно сообщение также попадает в личные эти сообщения. Вот оно. То есть, также здесь это все есть. Также можно перейти в менеджер полей и найти вот LS, личное сообщение. То есть, сейчас смотрим, где у нас это опубликовано, вот эта колоночка. Можем зайти внутрь, посмотреть, зайти в общие. У нас это нигде не выводится. Просто вам для примера, что это такое. Например, «Показать в профиле». Выбираем, да, одной строчкой, например, и вкладка «Контактные данные» «Сохранить». То есть, у нас это нигде не выводилось. Захожу в профиль. И вот оно в «Контактных данных» отправит личное сообщение. То есть, я авторизован, как Федор 5. Нахожусь на своем профиле. Могу нажать сюда. То есть, я со своего профиля кликаю. И вот здесь вот показано мой логин. Я его, например, удаляю. И выбираю админа. И пишу админу. То есть, если это нужно вывести вам, вы можете это приспокойно вывести. Вот эту вот ссылку сообщения. Если не нужно, просто убирайте здесь. Ставьте «Нет». Думаю, я приоткрыл немного занавес об этом компоненте. О том, как легко здесь все интегрируется. И достаточно полезная вещь. Вот это вот «Отдаем системы личных сообщений». Да, конечно, это далеко от идеала. Да, конечно, это не чат, как, например, в ВКонтакте социальная сеть. Но это все бесплатно. Хотите крутой чат, это уже, конечно же, надо искать. И это уже, скорее всего, будет платное. То есть, скорее всего, есть какой-то крутой чат, который интегрируется с Community Builder. Но это будет уже 100% платная вещь. Мой проект Joomla Sensei. Это, конечно же, по бесплатным инструментам Joomla. На этом я урок заканчиваю. Если для вас он был интересен или полезен, ставьте палец вверх. И подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые и познавательные выпуски. На этом здесь все. И до нового видео. Если вы уже стерли пальцы в поисках хорошего, качественного хостинга для вашего лендинга на Adobe Muse или с сайта на Joomla, неважно, то сейчас я вас хочу познакомить с замечательным хостингом под названием «Хостик». Сам пользуюсь данным хостингом уже много месяцев и очень доволен. Главное примечание хостинга – тестовый период 30 дней. 30 дней вы сможете пользоваться хостингом абсолютно бесплатно. Второй, очень важный момент – возврат денег в течение 45 дней, если вас не устроят услуги хостинга. Готовый КМС – 3 года на рынке. Молодой хостинг – это очень важно. Онлайн-поддержка на высоте. Перейдя на хостик, вы сможете увидеть в правом нижнем углу вот такой вот прямоугольник. Это онлайн-чат. Круглые сутки трепетная служба поддержки готова отвечать на ваши вопросы и даже ночью. Лояльные цены, мощные сервера. Если вы совсем новичок и ваш сайт уже расположен на каком-то хостинге, но он вам не нравится, служба поддержки готова бесплатно перенести ваш сайт к ним. У них есть замечательная акция – 3 месяца бесплатного хостинга. Ознакомиться с данной акцией вы сможете, перейдя на этот хостинг. При оплате за год можно сэкономить до 45%. А также для мощных сайтов хостинг предоставляет мощные сервера. Вы меня знаете. Я вам плохого не посоветую. Итак, если вас заинтересовало и вы хотите ознакомиться с данным хостингом, ссылочка под этим видео. Переходите и знакомьтесь. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok